Продолжаем выпуск. Оптовой базы по продаже героина больше нет. В Барнауле суд вынес приговор организованной преступной группе, которая занималась продажей наркотического порошка. Причем в таких масштабах, что у них закупались более мелкие оптовики преступного бизнеса. Галина Юмашева расскажет подробности этой истории. Вышел из подъезда и оказался лицом на асфальте. Задержание для наркокурьера стало полной неожиданностью. Тем более, что в тот момент он шел на сделку по продаже героина. Оперативники вернули мужчину в квартиру, в которой уже на входе чувствовался стойкий запах уксуса. И вряд ли это были заготовки на зиму. А ты спал на этой кровати, нет? Я спал сегодня. И не чувствовал ничего, что там под кроватью? Я буду чувствовать. Запах вот этот вот. Я ничего не чувствую. А вот что происходило в квартире до момента задержания. Получая крупную партию героина, наркоторговец делил ее на более мелкие порции и растаптывал, чтобы твердый порошок измельчился. После упаковывал все и прятал под кровать. Масштаб деятельности участников группы был столь значительный, что можно говорить, что вот из-под этой группы питались крупные героиновые сети нашего города. Достаточно заметить, что в ходе обысков и задержаний участников группы, единовременно было изъято порядка 7 граммов героина, причем с высоким содержанием активного вещества, 90-морфина. В состав группы входили три человека. Мужчина, женщина и ее несовершеннолетний ребенок, которого мать привлекла к распространению наркотика. Сейчас взрослым суд вынес приговор. Организатору назначили 17 лет лишения свободы, его помощнице 4 года. Галина Юмашева, Александр Морозов. Наши новости. Галина Юмашева, Александр Морозов. Наши новости.